Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в жилой комплекс РФНАД. Здесь мы закончили этап инженерного ремонта и в этом видео покажу вам, какие работы были сделаны и какие материалы мы использовали. И прежде чем мы перейдем к основной теме ролика, хотелось бы коснуться важности инженерного ремонта. Когда у нас на руках имеется дизайн-проект, мы его оцениваем по визуализации. Красивые картинки, классная мебель, отлично подобранная плитка, керамогранит, инженерная доска. Круто сделано освещение. Вся эта красота должна быть положена на какие-то физические плоскости. Пол, стены, потолок. Все эти плоскости мы формируем на этапе инженерного ремонта. То есть пол, стены, потолок у вас должны быть идеально ровные. Чем лучше вы готовите свои плоскости, тем проще будет работать уже на финишном этапе, проще будет мебельщикам. Им не надо будет изобретать велосипед, а можно будет просто спокойно замерить ту же кухню, шкафы, мебель, санузлы и просто эти размеры отправить на производство. Если у вас стены неровные, нет углов 90 градусов, начинается танец с бубнами. И все это увеличивает срок и, естественно, влияет на стоимость. А эту стоимость, увеличение этой стоимости, естественно, оплачивает заказчик. Резюмируя, что хочу сказать. Для того, чтобы получить тот ремонт, который вы хотите, ремонт мечты, у нас есть две составляющие. Это визуалки, визуальные части из дизайн-проекта, то есть что нам хочется получить. И есть еще техническая часть, инженерный ремонт. Вот хорошую картинку, в которой можно будет комфортно жить, получать удовольствие и радоваться жизнью. Не получится без хорошего инженерного ремонта, где все сделано на века. Очень часто мы слышим тезис от наших потенциальных клиентов, которые говорят, мы сэкономим на черновом этапе, сделаем дешево электрику, сделаем дешево сантехнику, дешево сделаем штукатурку, но купим подороже ламинат, подороже обои, дорогую частовую сантехнику и дорогую частовую электрику. К сожалению, так не работает. Поэтому будьте внимательны, уделите этапу инженерного ремонта особое внимание. А мы продолжаем. Итак, друзья, квартира площадью 82 квадратных метра, жилой комплекс Рафинад. Очень здесь классно и уютно. Вот пока шел с проходной до дома, оценил все прелести данного ЖК. И набережная здесь рядом, если есть удочка, то можно рыбачить. Итак, начали мы с разработки дизайн проекта. Через неделю после того, как было согласовано планировочное решение, мы вышли настройку, сделали подготовительные работы, укрыли пленкой окна, закрыли места общего пользования арголитом, стены и пол и приступили к работам. Начали мы с возведения перегородок. Стены мы строим из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров. Изредка используем блок 75 и 50 миллиметров в тех местах, где это можно делать для того, чтобы максимально высвободить полезное пространство для нашего заказчика. Что важно сделать на этапе возведения перегородок? Естественно, нужно построить оси для того, чтобы максимально сделать правильную геометрию на этапе возведения перегородок. Понятно, что на этапе штукатурки мы можем что-то исправить, перенаправить, но если мы делаем это на этапе возведения перегородок, то мы просто экономим смесь для нашего заказчика и слоя штукатурки они намного меньше нежели мы бы строили стены как нам хочется потом уже на этапе штукатурки делали параллели и углы 90 градусов вот пример про параллели здесь у нас коридор мы переходим из кухни-гостиной в основной коридор и здесь у нас есть узкое место и вот это расстояние и вот это расстояние она одинаковая здесь у нас будет уложен керамогранит и если здесь бы у нас было бы не параллель предположим трапеция то когда мы начали укладку чистового покрытия и подходили к этой стене здесь бы у нас было бы подрезка здесь бы у нас подрезки не было поэтому такие вещи нужно прорабатывать на этапе разработки дизайн-проекта мы уделяем этому особое внимание рисуем параллели углы 90 градусов и ребята уже наши мастера когда выходят на стройку у них уже на чертежах это все есть и они понимают где у нас стены должны быть параллельно и где углы должны быть 90 градусов вот здесь у нас кухня здесь у нас угол 90 градусов и здесь тоже самое кухня будет вот такой буквой г во всю стену что важно при возведении перегородок обязательно армируем для армировки мы используем базальтовую сетку нам часто пишут про арматуру арматура хороша была в 19 веке сейчас мы немножко уже ушли вперед до по технологиям поэтому базальтовая сетка хорошее решение стена максимально прочная и никогда не трескается не доводим до потолка 2-3 сантиметра при помощи монтажной пены заполняем этот шов штукатурку кстати тоже мы не доводим обязательно используем перемычки мы используем уголок 45 на 45 миллиметров обязательно его красим для того чтобы он не поржавел кто-то вместо перемычки используют арматуру арматуру не надо она провисает поэтому лучше всего крашеный уголок также кто-то делает из блоков перемычки но это все ненадежное решение дом новый просадка чтобы избежать всех недоразумений которые могут появиться до в процессе эксплуатации квартиры просто использовать уголок еще самая фишка его полку надо заворачивать внутрь то есть вот у нас здесь блок мы его пропиливаем при помощи болгарки внутри делаем прорез и вот этот уголок здесь два штуки заворачиваем полку вовнутрь и тогда будет вообще пушка закончили возведение перегородок переходим механизированной штукатурки у нас своих 8 штукатурных станций мы штукатурим на всех объектах механизированным способом да во первых это быстрее во вторых смесь замешивает машина а не человек то смесь у нас везде однородная имеет одинаковые прочностные характеристики поэтому механизация это наше все на этапе механизированной штукатурки мы максимально уже точно делаем в 90 градусов и параллели там где это необходимо финализируем геометрию для того чтобы наш инженерный ремонт стал хорошей базой для той красивой картинки которой мы так стремимся для механизированной штукатурки мы используем к науф mp-75 либо волма гипс актив для механизированного нанесения сделали штукатурку даем ей отстояться отдохнуть буквально неделю для того чтобы штукатурка набрала прочность отдала влагу и приступаем к монтажу черновой сантехники вот у нас один из санузлов собрали мы вот такой водомерный узел здесь у нас стоит система инсталляции коллектор на холодную и горячую воду система защиты от протечек это пульт управления магистральный фильтр редуктор давления фильтр тонкой очистки система защиты от протечек есть у нас вот в одной экраны вот видите застройщик сделал все из полипропилена конечно это не круто но ничего страшного здесь мы поставили дополнительное усиление для того чтобы закрепить трубы от застройщика и также поставили проточный водонагреватель вопрос на засыпку стоит ли менять систему отопления от застройщика или можно так ее оставить и самый важный главный аргумент у тех кто говорит что не надо менять о том что это зона ответственности застройщика есть гарантия и застройщик будет менять за свой счет если что-то произойдет берем акт балансового разграничения и смотрим где зона ответственности управляющей компании а где зона ответственности собственника и к сожалению зона ответственности собственника начинается с порога входной двери поэтому если у вас будет протечка системы отопления от застройщика то вы за свой счет будете исправлять ремонт соседу снизу и себе поэтому на этом не стоит экономить потому что застройщик берет самый дешевый материал использует тройниковую систему которая плодит бесконечное количество дополнительных соединений по возможности рекомендую менять систему отопления от застройщика потому что это ваша зона ответственности никакой застройщик не несет гарантию и не будет компенсировать ничего в случае какой-то неисправности инженерная сантехника готова на этом этапе мы также монтируем прибор отопления вот такой трубчатый радиатор мы смонтировали на стене замотали его в пленку чтобы не поцарапать вот здесь у нас классические приборы отопления не забываем делать подводку и стены если у вас будет торчать подводка из пола то когда вы будете делать числовое покрытие придется обходить эти места мазать герметиком ставить заглушки в общем катастрофа это будет некрасиво еще неудобно будет мыть то есть когда здесь торчат трубки едет пылесос либо тряпкой и приходится это все обходить здесь будет недомыто надо будет вручную в общем ужас что произойдет поэтому подводка отопительным прибором должна быть сделана из стены как только мы победили сантехнику сразу приступаем к устройству полусухой стяжки в полусухой стяжки что очень важно и много кто об этом не знает ее нужно проливать водой в течение 5-6 дней вам сделали стяжку накрыли ее пленкой на следующий день вы приходите открываете пленку проливаете обильно водой чтоб вода прям стояла но без фанатизма до чтоб соседи не затопить пролили все водой пленкой накрыли и так три-четыре раза то есть пять-шесть дней у вас стяжка должна быть напитана водой почему и для чего это нужно когда у вас идет набор прочности цементного раствора выделяется большое количество тепла тепло испаряет воду а прочность цементный раствор не может набрать если нет воды то есть получается такой замкнутый круг поэтому мы должны максимально увлажнить нашу стяжку для того чтобы она набрала максимально прочностные характеристики которые и требуется для выполнения боевой задачи не забываем про демпфер ную ленту по периметру да то есть где у нас сделана стяжка у нас есть демпферная лента потом мы ее подрезаем также вот посмотрите здесь у нас керамогранит здесь у нас уже числовое покрытие будет инженерная доска и мы отделяем вот таким вот сектором да вот эти вот два разных покрытия и вот посмотрите здесь у нас разный уровень до здесь у нас будет керамогранит стяжка немножко ниже и вот инженерная доска повыше то есть мы посчитали толщину чистового покрытия и уже на этапе стяжки чтоб потом наливным полом это все не подгонять не тратить лишние деньги заказчика на дополнительный материал сразу на этапе стяжки задали правильные высоты забыл сказать про очень важный момент на этапе механизированные штукатурки местах где у вас будет скрытый плинтус ставим профиль для гипсокартона и не штукатурим до этого уровня для того чтобы потом не штробить стену да не платить дополнительные деньги и тратиться на материал просто отсекаем уровень и здесь у нас уже будет монтироваться профиль для скрытого плинтуса это упрощает работу и удешевляет стоимость работы материалов для нашего заказчика как только сделана стяжка на второй день приступаем к монтажу черновой электрики электрику мы делаем по потолку серый пвх гофре кабель мы используем ввг нг лс гост от производителя concord все это мы тащим по потолку и вот такие два щита мы собрали здесь у нас силовой щит все потребители подписаны а здесь у нас слаботочный здесь у нас также будут размещены все трансформаторы для светодиодной ленты кто-то их прячет под потолок суетом по всяким нишам самое правильное это вывести вот в отдельный щит который будет спрятан в мебельной конструкции то здесь у нас будет стоять мебель есть у нас и коллекторный шкаф на отопление то вся инженерка будет спрятана ее будет не видно и к ней будет максимально быстрый доступ в случае необходимости что важно по электрике порой смотришь ролики и видишь как ребята делают горизонтальные штробы это катастрофа вот возьмем кухню да вот представьте сейчас вы что вы видите их замажем потом будет малярка потом будет факт и придут мебельщики начнут монтировать кухню вот у нас подрозетник кабель пошел ровно вверх либо ровно вниз то же самое здесь то есть понятно что при таком монтаже попасть кабель естественно можно да если будет стоять задача у мебельщиков попасть кабель они это сделают как бы без проблем да но все же вот такой способ монтажа черновой электрики максимально исключает попадание в кабель когда у вас будут монтировать какие-либо мебельные конструкции то есть вот у вас подрозетник кабель пошел ровно вверх либо ровно вниз вы можете делать электрику по полу либо потолку мы делаем по потолку потому что есть определенные ограничения делать все по полу но о них если будет интересно расскажу в следующих видео вот очень важно вертикальные штробы никаких горизонтальных потому что если у вас есть горизонтальная штроба вот здесь подрозетник мебельщик немножко отступает и бьет четко в кабель свое время очень много от этого пострадали от мебельщиков и поэтому сейчас стараемся максимально делать так чтобы даже человек который пришел первый раз на работу и начал купить мебель не промахнулся и просто установил свою мебель все было хорошо не надо было ничего переделывать за ним также на этапе инженерного ремонта мы прокладываем трассы для кондиционера сделаем штробы закладываем магистрали и вот они пошли по всей квартире друзья вот такой инженерный ремонт у нас получился все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру ватсап который я оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели это ролик до конца всем пока